Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. У них вышел влог в 12 часов ночи по Москве. Марина уронила телефон по улицам Парижа. Гуляем, наслаждаемся. Ну да, вначале видно наслаждение. Слушайте, вот погулять и зайти в музей и насладиться искусством, они денег пожалели. Они наслаждаются в магазинчиках, да, жрачкой. Представляете, зашли и увидели сало, да, сало. Потом что-то там ещё рассматривают. Короче, девки высматривают жратву. Но они себе не могут, конечно же, позволить перекусить в кафе, пусть даже недорогом. Ну или в ресторанчике, о чём я вообще молчу. Они приехали, похоже, просто потаскаться. И потом, чтобы всем сказать, мы были у Парыжи. А шо вы там видели? Да ничего мы там не видели. Ну а дальше, да, выйдя из магазина, Анька увидела футболки. Ой, говорит, по 5 евро. И давай щупать каждую. Но когда она поняла, что она ошиблась, и футболки стоят 40 евро каждая, она тут же отскочила от этих футболок. А если по 5 евро, прикиньте, она бы уже там скупила половину. Ну и дальше они таскаются по улочкам, где небольшие такие магазинчики, где продают то одежду, то обувь, то фрукты, то сувениры. Ну и идёт и ноет, что она не выспалась, что она поспала от силы только час, проснулась вся красная, голова болит, глаза красные. Вот что значит, говорит, не выспаться. Ой, бедная несчастная, не выспалась она. Ай-яй-яй, какая же беда. Анька не выспалась. Настя ходит впереди, да, в юбке, уже в длинной юбке и в косухе, и всё посматривает на витрины магазинов. А Анька то черешенку, то глубничку показывает. Слушайте, вот нищебродки, ничего же не могут себе позволить. Сало увидели и, похоже, не рискнули купить. Ой, не могу просто. Это ж, слушайте, ехали во Францию и тащили с собой яйца, помидоры, отбивные. Ну, потому что они же не могут позволить себе зайти и поесть в кафе или в ресторан. Домики показывает, да, все в один цвет домики. Домики Аньку нашу интересуют. А потом, опа, и опять жрачка. И опять глаза бегут смотреть, что же там вкусненькое продают. Жрать-то хочется. Что, говорит, видим, то ребата вам и показываем. Куры, гриль, какие-то там котлеты. И я просто офигею. Я не могу с этих беженок припыленных. Ну, реально, ну, пыльным мешком припыленные. Это ж надо ходить во Франции и снимать готовую приготовленную еду. Всякие там курочки, котлетки, сало. Вместо того, чтобы посетить достопримечательности, сходить, знаете, в музей и посмотреть всю эту красоту. Не снаружи, а внутри. Нет, они таскаются и снимают жрачку. Я просто не могу. Ой, а дальше показала место, где снимался сериал Эмили в Париже. Угу. Как будто кто-то смотрит какие-то там сериалы. Настя и сама посмотрела, говорит, а я и не знаю. Угу. Настя идет уже и тащит в руке что-то. Похоже, уже жратву какую-то прикупили. Она же не может без сладостей. Поэтому вся прыщавая и ходит, все какие-то мази покупает. А толку никакого нет. Все равно потом приходится двойным слоем тональника или тройным все это замазывать. Дальше сувенирная лавка. Похоже, там изделие ручной работы. Марина что-то там рассматривает. Ну и без слов, конечно же, Анька все это дело снимает. Ну потому что, а что она может сказать? Как она может прокомментировать? Безграмотная же. Крыши домов снимает. Дальше снимает какие-то там фонарики в виде каких-то там яблочек. Ну вот кому это интересно, ребят? Вот скажите, как можно быть такими тупыми? Как можно быть такими бестолковыми, чтобы вот показывать лишь бы что? Ну просто вот лишь бы что? Снимают кафешки, где люди обедают. Ну да, остается только снимать кафешки. Сами-то не могут пойти в кафе, сесть и нормально покушать. Дальше я понимаю, что они пришли на какую-то площадь, показывают, значит, Париж сверху, то есть видят внизу Париж дома и при этом молчат. При этом никто ничего не говорит. Я же говорю, тупизм зашкаливает до такой степени, что просто они, похоже, не могут даже уже и почитать. А я говорю, дрессированные. Нифига они не дрессированные! Ну и Марина дальше показывает, спускается, да? Как остолоп с этой стрижкой. Ужас, ребят! На нее глянешь и, блин, и ржач, и, кажется, обнять, и плакать. Ну, честное слово! Ну, а дальше, когда спускались, получается, Марина хотела сфоткать возле заборчика, я понимаю, что башню, и телефон у нее улетел. Ну да, корреспондент Марина все фоткает и не нафоткается. Ведь фоткает же, слушайте, каждый раз, похоже, когда бывает во Франции. Хотя, знаете, может, это и правда гнилые понты от Марины, что она прям там раз 15 была в этой Франции. Я же не знаю, брехуха она или не брехуха, откуда нам с вами знать? Она же не блохерится, как эти две уже ловились тысячу раз на брехне. Ну и улетел телефон, тут же полезла через забор, тут же мигом подняла, и все нормально. А эти, слушайте, кобылицы ржут, как ненормальные. Ну да, приехали во Францию, чтобы поржать с Мариной. Та телефон бросила, а эти гогочит, хотя она не специально, да, уронила. Нет бы, да, помочь. А стоят ее, снимают, быстрее, быстрее, главное, снимают. Ведь не снимали же, когда тот телефон упал. А уже когда Марина через забор полезла, вот это вот надо было заснять. Это же надо было быстренько включить камеру и быстрее все это снимать. Ну скажите, не идиотки, а самые настоящие. И ржут, как кобылы. Ой, а Настя напялила эту белую кофточку. Представляете, все в куртках идут. Настя разделась в юбке и в кофточке, а ходила в косухе. Можете представить себе, в этой кофточке она ходила наверх, эту косуху. А потом сняла, да. И, видимо, так надеялась найти себе француза. Угу, Настя тебя, Анька, никуда не отпустит и не мечтай. Хотя они, по-моему, ни одна, ни вторая себе никого не ищут, даже и близко. Дальше кобылица ржет дальше за кадром. Что-то вот себя не показывает. Только показывает Марину, да, с этой стрижкой дебильной. И Настю, которая все дергается и дергается. Фоток классных она наделала. Надеюсь, говорит, она выставит. Выставлю, выставлю, Настя сказала. И все это у нее лихорадка. Лихорадка, сумасшедшая лихорадка. Ну и прошлись, да, возле Эйфелевой башни. Недалеко, да, опять там, где они были. И, значит, говорит, ну все, якобы, завтра мы еще здесь будем в этом месте. Мы еще один денек будем. Я думала, они и дальше где-то будут что-то показывать, того, чего они еще не показывали. А оказывается, нет. Им, похоже, неохота свои телеса таскать и смотреть Париж. Да уж, ребят, ну в принципе, я не удивляюсь ничему. Я абсолютно уже ничему не удивляюсь. Что их интересует, таких интересует, похоже, только исключительно жратва. Ну и стояли они там, ждали, когда потемнеет для того, чтобы снять башню, как она светится. Ну и потом уже получается, что башня загорелась, но особой красоты не было, так как еще было светло. Да, и правильно Марина сказала, что она не так красиво смотрится, потому что еще светло и до конца не потемнело. Но да, Анька облачко заметила. На шо, говорит, оно похоже. Нет бы про башню что-нибудь сказала и рассказала бы, а она облачко заметила. В общем, очередной раз, ребят, ни о чем, ну ни о чем, нулевой контент, просто нулевой. Приехали во Францию, чтобы опять полвидео показывать жрачку и показывать крыши домов и показывать, что там, футболочки, одежду, там фруктики, черешенку. Можно подумать, а еще рыбку. Можно подумать, они в Германии этого не насмотрелись. Кому это интересно? Ну и тупицы, я просто в шоке. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok